а значит основной вопрос это так вот а значит у нас есть решетка обратно да которая эту исходные решетки получается исходные шутки все функции которые периодически на ней создает пространство за решетки то есть фри образы так вот обратно решетка начинается дает нечего то есть это ячейка значит полоса то есть спектр энергии является полоса то есть состоит из разрешенных и и вот значит и и и и на то есть и 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 Время полосы, в момент, значит, воловая вектор, ну, там, для этих решетки, как-то, и, понимаемых, в таком виде, он создает периодический, значит, срок, то есть, воловая функция, да, собственно, воловая функция, как у предупреждения, как у предупреждения, плюс вот это, вот это, вертор, РФ, что нам назвать его, вот, значит, значит, лучший, который имеет, ну или там, лучший ион, если то просто, да, значит, это, это, значит, она, Время – периодичность. Я только в основном все это задаваю на этими векторами. И они начнут, как обычно, векторов векторной трансляции образуется, в которой образуется все пространство, и мы практически вот эту полную функцию рассматриваем, как мы все в пространстве. Но мы, на самом деле, уронируемся в области, и в этой области мы эти выполненные цена, и мы встретим это, что они показывают в квазе нейтрасированные в квазе непредименной вакансии. Вот такая ситуация, вот описание этого. Итак, дальше, значит, характеризуется двумя, значит, величинами, функциями, объектами, которые описываются, это и зоны элитические поверхности, и полное состояние. Это, понимаете, мы все это делали идея, потому что считаем, это из энергетической версии, из энергетической поверхности. Вот, значит, иногда откатом пишут, вот, вот, и тут я, вот, значит, еще, значит, идут, это воздуховый вектор, когда мы говорим, мы с вами станем, все лучше, например, самолизм. Ну, а есть еще квадрикус, это квадрикус. Это не тот миникулс, фактически, а квадрикус. А квадрикус всему тому, что энергия, да, от него зависит энергия, хотя, когда и П, а что будет писать, то я думаю, как, элитические поверхности. Это, значит, закон, естественно, называется, электрон. Значит, она, то есть, не так, как электрикуса, в свободном движении, просто он будет в свободном движении. Вот, что дело. И, значит, поэтому, соответственно, этот импульс, он имеет, он имеет материчные элементы, мы обсудили эти материчные элементы. Вот, значит, материчные элементы, импульсы, вот какие-то, ну, скорость единственная импульс. Вот мы, значит, это обсудили, написали, что есть диагональные материчные элементы, есть и диагональные у него материчные элементы. Вот, почему, значит, это не импульс, только тот импульс имеет собственное значение, соответственно, и так далее. А этот не такие, собственно, значения не имеет, и не, значит, не такие материчные элементы, поэтому это не импульс, а квадрикус. Ну вот, поэтому, значит, я сейчас начал здесь писать, я лучше здесь нажать L, L, P. Вот из-за нейроэнергетической поверхности. Уже пространство гвоздей индейса лучше. Заданное значение ε, вот это уравнение определяет нам. Задаем энергетическую, подаем, значит, эту самую изоэнергетическую поверхность соответствующую. Вот. И есть плоды состояния. Мы сейчас чуть позже поговорим. Плоды состояния изданное значение энергии. Она уходит для этого в данных полосах, так сказать, для бесплоданных, а сумма ее плодель, это будет для всех плодов вместе. Скоро-то состояние будет на интервале энергии. И вот это, значит, это чуть позже. Скажем, а сейчас я чуть-чуть немного, напомню, поезд сверху. Потому что, значит, поезд сверху, только ты чего-то, ну, вы должны знать вот это вот, то, что я сейчас рассказал. И это. Это еще на такую, так сказать, вот эту вотку, что-то. Она четвертую, нужно еще рассмотреть, поэтому вопрос, который я дам. Программ без мусора. Все, можно рассказать хорошо. Я буду вопрос, а я здесь. Нет, отлично. Ну, вот, значит, итак, вот это вот, значит, плодное состояние, вот, значит, выручили, характеризующие. Итак, в прошлый раз мы подавили А, специфическое поверхствие, которое является уравнением, где энергия равна энергии сердца. Вот это, что такое энергия в фирме, это граничная энергия, то есть электромин заполняет состояние с наименьшими возможными энергиями. Сначала это ноль энергия, потом следующее, следующее, в каждом состоянии определяемом вот эти П и Э, после этого, в каждом состоянии, они подключили, это тоже искренне назначение, да? У нас получается, в каждом состоянии, вот, вот. Вот, 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 в этой состоянии появляется, в каждом состоянии, в каждом состоянии хватит один электрон. И если, тут я не точно сказал, они еще добавятся в проекцию спины. А если по сути спины мы не руляем, считаем, что уровни энергии дырзут по спинам, то есть два назначения проекции спины, значит, дают две еще, действительно, субботы, которые все будут по значению. Ну, тогда, значит, мы, скажем, можем два аэрокарда, в каждом таком состоянии может быть два электрона. Ну вот, значит, соответственно, все заполняются состояния всеми электронами, их у нас МЕ, вот, они заполняют некое пространство, некоторое область межбусного пространства, которое ограничено изоэнергетическим поверхностям, ограничено энергиозационным эффектом. То есть, вот мы описали, вот тогда мы сейчас S нам там, а вот сейчас мы описали там B, B, значит, по текстилам, вот функция X распределения, это B, единица, если я пишу L, вот P меньше, текстилам F, и 0, если я пишу L, то есть P, больше, чем, чем, текстилам F. Вот, значит, вот эта функция распределения этих электронов в основном состоянии. Вот в самом главном состоянии, значит, вы, напомню, я еще раз передайте, вы говорили, что одночастичное состояние с электронами, вот эта электронная система взаимодействия с электронами, мы описываем одночастичными расстояниями, это действительно близко к тому, что мы делаем иногда с датом, ну, там, для, там, конечно, безопрозненных теорий, иногда учитывая тоже взаимодействие, комплексы, такие электроны, которые рассматривают, вот эти вот, но очень часто отрабатывается просто одночастичная тоже схема, то есть, как отдельный электрон сплошен по уровню, который, по сути, делаем увеличен тем, на уровне малогии, которое преимущественно для того, то есть одного электрона в полиэтрона. Значит, ну вот, а мы здесь все равно прогрессируем с электрическим схемой, и для атомов, и для всего твердого тела, значит, для этого есть некие основания. Основания, в частности, в том, что мы интересуемся часто, а именно в основном при физике, в физических всех явлениях, всегда играя в том, возбуждённое состояние, а не основания. Основания стойные, как бы, ходят пассивно в свойствах возбуждённых состояний. Возбуждённые состояния какие-то тоже свередут в себе эффектрические и основные состояния, естественные. Потому что какой-то, какой-то будет существованный гристалл, какой-то, какие-то electric Нетрянина интро строят его, они, это определяется основным состоянием, да? Но, в основном, у нас могло быть возбуждённое состояние при исследовании этих областей. Так вот, эти возбуждённые состояния, они всегда слабо возбирают. То есть, в отличие от энергии от слова, мы описали себе, что есть кондиционная яма, в которой сидит вся эта электронная система. Кондиционная яма образована этим ионным мостом. Вот оно, значит, получается, что сидят. Так мы, вот допустим, какая-то нерон, которую мы делаем основные энергии, Так вот, возбуждённое состояние, дельта Е, они, она, энергия, эти энергии, малые, потому что. А если бы они были свои, ну, тогда, значит, это будет, это будет, это будет, это будет, это будет всё. Ну, опять же, поэтому, когда малые возбуждённости, тогда, конечно, их мало. И, значит, соответственно, значит, вот это, эти состояния можно описывать, он на частицем, на частицем языке, как будто, как будто, небольшой человек сказал, заблился. Вот эта вот идеология, значит, она, как бы, и приводит к тому, что можно описывать. Это, между прочим, история вопроса тут интересная, потому что, значит, когда начали исследование вот этого, вошло во всех, еще, там, начиная с 20-х, кстати, с недорога, когда в штатах они жалились, появилась облачность, не знаю. Ну, так тоже было сказано, что, товарищи, что вот получается, причём вот такие сильные взаимодействия, а описывается проводимость, ну, лишь, которые были где-то, не менее, всякие, все, не менее, как-то вроде бы похоже, что описывается на этом частичном языке. Ну, вот, постепенно говорилось, что это, вот, значит, такую теоретическую, что, пожалуйста, подплату в этом сделал наш, я, добыча Ландау в своё время, что, значит, он для квантов, когда возникли проблемы с квантовыми жидкостьями, то есть, сверхтекучие, за все непонятные эти свойства, ну, значит, была такая, разработана такая схема идеологическая, которая вот такая, показала, что, возможно, вот эти возбуждённые состояния этой жидкости описать на одночисточном языке, и всё объясняется, всё начнёт, да, получается, что это правильно. Ну, вот это сейчас остановилось на всю, собственно, всю теорию, ну, правда, сейчас уже это сравнение теории, много из этого, забыто хотя бы, собственно, только по фактам, а не по основаниям, но всё равно, значит, это, извиняюсь, основой лица. Основой лица – это одночисточное описание, то есть описание, чего вынести, что вынести, что вынести, что вынести. Вот мы сейчас этот резюмотерапичный состояние, мы пользуемся, если одночисточное состояние, то, значит, они воду не вступают, значит, сами. Это самая буква РУ, она вообще функция ГЭМ. Она несет в себе свойства основного состояния, и, конечно, мы её на языке одночастичного состояния найти строго не нужно. Мы находим её там, вот, но мы, значит, мы её вырастим, как бы, можем вырастить через потенциальную энергию взаимодействие электронов с ионами, но эта потенциальная энергию взаимодействие электронов с ионами не может быть, не учиться, не может быть, а именно, если бы не причём мыши, а трудное взаимодействие. Причём оно не сильное, не слабое, и его по теории изучения ничего с ним. Пишут, потом, значит, оно какое-то остается трудноунести. Это в теории строй невозможно до конца. Вот, значит, такая ситуация есть. А, с другой стороны, качественно, мы рассуждаем всяких сферных, которые, значит, описываются на электронов с ионами. Вот это, значит, такая ситуация. Значит, это нечисленный язык. Продив то, то есть волновые функции электрона описываются, значит, с учётом мышечного взаимодействия уравнением фока. Я их в уроке прошла статью написано. Уравнение фокулы удовлетворяем. Вот чтобы это получилось, я вам говорю, что это такая функция была, значит, нужно, чтобы эффективный потенциал, 1 ч. 5,5,6, у УТР. Он разделял, как я говорил вам, на услуг того, что УТР равно УТР плюс УТР. То есть периодически должен потенциал. Так, справедливо. Но у потенциал, естественно, тем трудно. Да, это не надо срочно внимания. Но, значит, это очевидно, потому что у нас заморез, это не влияет на периодичность поля. Но периодичное поле стоит, вот это, значит, эффективное поле, остается периодичным. Просто у нас заморез с самого, самой причиной этого поля, зависимость конкретная координата изменяет. А, значит, сама осторожность поля, естественно, соблюдается. Потому что все функции, которые, как сформулирован, как сформулирован, как сформулирован, как сформулирован, они всегда будут периодически. Поэтому, значит, это, как бы, официально恩, Ну, сейчас я говорю... Сколько мы написали... Просто, чтобы сформулирован, или уронять, да? Ну, значит, то, что мы написали его, это не значит, что мы его можем решить. Решить его тоже. Потому что сложно, кстати, и другой уровень. любой какой эффективный потенциал не напишет, потому что сам ты эффективный потенциал, ну, какие-то сложно. Если мы знаем потенциальную энергию взаимодействия, ну, в начале, на лучшем этапе, значит, еще там лет 30-20 лет назад, и само решение уровня было трудно найти, считать потенциал слабым. Сами энергию считали все слабой, только хитрую, там, какое-то период изучения делать. Но сейчас это не так. Сейчас, ну, что-то, по-настоящему, современная техника позволяет, то есть, задовыми потенциалами занимались, ну, с другой там сложно. Все равно это, значит, вопрос, то есть вычисление это, слава богу, может быть проделано, другое дело, что мы не знаем. Ну, и поэтому, значит, к сожалению, вот идет хуже. То есть мы берем вот эту потенциальную энергию все хуже и хуже. Значит, не мы, вернее, а те люди, которые... Потому что все приходит, в общем, такие же, так же высоко образованные со своей бытой, они ничего не знают, ничего не услышали того, они все забыли, не слышали о космосах бога. Они пишут... Сейчас, вчера, мы должны это больше знать. Значит, просто вот первая модель, которая с чего начала, атомы, как шарики, фирмализм друг с другом, по этому закону, центральных сил, пишут в разме Ньютона. И все. Вот как писательство это делает. Вы понимать должны. Вот вам как вонючие такие теории существуют. Это вот жарная динамика, вот эти такие красивые слова, такие компьютеры. На компьютерах всегда делается. Вот. И вот уже человек представляет такой проект, на котором он все, вот просто все, что можно вычислить. Все свойства твердого тела. Какого-то сложного твердого тела, состоящего из чего все угодно. В чем все угодно. Все вычислить. Ну, потому что не за ладу, видишь. Аликович, взаимодействующий, как я описывал во вначале, по заболеваниям, эти, центральных сил. То есть, вообще, расстоятельное поле. Надо только там немножко подреуглировать поле, чтобы, то есть, сам вид этого взаимодействия. Ну, вот так. Я бы говорил, замоделируется вот это поле. Все. Вот, к сожалению, часто ее идут вот до этого пути. Все меньше и меньше составляет на том, что какие-то социальные возможности. Все больше и больше упрощает. Если вы получаете вот такая вот странная речь, то есть, заполненные сети, вот такими расчетами. Расчитал. Все. Ну, потому что сейчас программы, слава богу, прекрасные. Причем это не то, что... Вот даже программы сами сочиняют, естественно. Потому что они же берутся и отходят. Уже они есть. Библиотека программ. Можно их там кто-то покупать, купить. Можно их продают. Вот. В общем, вот так вот. Так что, вот, вот это вы можете сдать. Соглядевать специалистами в этом биле. Вот это уже можно прийти. И берете программу. Код и вещество. Заталиваем код и вещество. Если самым атомом состоит. Атомные защитные равновесии. Вот. Вы пишите, пап, на скриптах законов. И так далее. И пошли. Значит, ну, естественно, мы можем выяснить. И в том, если есть право института, то я написал какие-то там есть. Вот это, значит, это, к сожалению, вот это такое вещь есть. Но вот нужно понимать, что на самом деле все это, значит, идет лишнее. Лишнее, кажется, ей быть. Надо только сейчас в этой науке, вот такой, имеющий такую высокую технику, заниматься глубже. То есть решать проблемы так фундаментальные, которые есть. Они, наверное, решаемы. И вот. То есть просто заниматься им не серьезно. Ну, это долго. И, значит, нужно бросить все заниматься самым. А нужно еще зарплату получать. И вот в этом еще одно отношение к правильному речи. Ну, вот. И так, значит, вот это он сказал то, что мы говорили. А начали с последнего, что мы... Вот. Вот это поверхность. А вот какие поверхности эти особенности? Вы должны понимать. Все относится. Что собой представляют вот эти поверхности? Ну, вот, тут, значит, есть очень важные характеристики, несколько, очень важные характеристики по поверхности. Но это может быть. То есть, во-первых, значит, топология ее называется. Вот топология, это называется, что, во-первых, замкнутая поверхность. И открытая поверхность. Значит, замкнутая поверхность. Замкнутая поверхность. Я вам показал, что такое замкнутая поверхность. Потому что, видимо, я объясню где-то. Внутри зоны перебиряной, если мы идем в эту поверхность, и никуда, идя по ней, никуда, за зону в барьерной не выйдем. Это называется замкнутая поверхность. А если мы, идя по этой поверхности, пошли, 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 и пошли в окрасную поверхность. Ну, это открытая поверхность. Вот замкнутая поверхность. То есть, и я вам объяснял. Ну, наверное, я это объяснял тогда. Давайте повторю. Это, может быть, полезно повторить. Ну, вот это чисто схематическое объяснение. Значит, этого дела. Вот тут замкнутая поверхность. Вот, допустим, в среднем. Тут зоны примерно на квадрат. Это чисто так тоже. Красиво. Значит, в зоне примерно... Вот энергия имеет, допустим, минимум. Значит, тогда вокруг нее, в округленной точке, и тут из энергетической поверхности, охватывающие сначала немножко... Вот сначала немножко охватывают. Они охватывают область которой энергия меньше, чем, наверное, больше и больше. Вот. А, значит, вот, допустим, здесь минимум, вот, из энергетической поверхности как-то должны прийти к границе этого направления. Они приходят, это я объяснил, значит, обязательно проходя вот такое открытое. Вот такая подправишь сначала. Ну, это я рисую только в одном проекте. Они как-то сделаны такими цепями, которые проходят вот так, ну, как связи эти туалетные. Например, что-то будет. Луночные уходят. Вот это будет. И уже здесь вот, вот это окружает... Вот здесь энергия больше, чем здесь. Да? То есть она окружает энергией смешиваю. энергия меньше, чем те, кто... Опять замкнутся. Вот это замкнутся. Вот они замкнутся. Во-первых, они могут быть замкнуты, могут быть электронными. Узкость много светлого слова. Электронность поднимается. И дырочная. Так вот эта дырочная поверхность, она охватывает энергию с большей, то есть энергию с большей энергией, чем из своей поверхности. А это электронная поверхность, которая нормальная, как обычная. Дырки допросят с положительным знаком заряда. Так описано. Значит, вот замкнутся. Вот эта топология. Значит, замкнутся. Вот таким образом. Значит, дальше второе свойство поверхности. Это эти замкнутые поверхности. Электронные замкнутые поверхности. Замкнутые. Могут быть компенсированные. Компенсированные. Могут быть компенсированные. Это значит, тогда число электронно-правное число Дерга. Пишем так. НЕ равняется ННН. А в принципе, концентрация Дерга, концентрация Дерга. То есть он как бы нейтральный. Я вот это не знаю, не учитывал. Но это никогда не управляется, мало управляется, потому что от заряда часто, хотя проводимость, провоциальных возраст заряда, и поэтому невозможно. Выпьет, и потом на ней все. Все болят, и все. То есть нужно иметь такие, чтобы отличить капитальный инфекцион, такие нужные явления, которые от заряда зависят. Ну такой, например, эффект холла. То есть самый эффект эффект холла. Вот он зависит от замкнутых. Вот, значит, прямо вот это я считаю. Ну вот. Ну и вот примерно, значит, все. Значит, что там еще? Ну, сейчас я вот тут что, наверное, замкнутых. А, недавно, это еще еще. Значит, не самое главное, а еще третье. Много связанных. О, связанных еще здесь называется. Связанных. Значит, много связанных здесь, много связанных. То есть вот замкнутых, может быть, их, может быть, ну, три зоны примерно, несколько. Вот эти замкнуты идешь по нему, по одной, по себе, по другой. Это не сделайте. Ну, сейчас скажу. Все это я показывал вам. Такие штучки очень много, да и намного очень таких штучек связанных. Вот, значит, есть много связанных. Много связанных. И он не связанных. Много связанных. Много связанных. Это связанных с числом электронов, с числом полос вот этих. Вот если это энергия, где она? Вот это уравнение охватывает несколько полос энергетических. А так часто бывает. Вот одной полосы идут одни энергетические поверхности, другой, другие, третий, четвертый. И так далее, я говорю. Получается такая, кажется, значит, много связанных, и замкнутых, и ценности, и так далее. Все вот это получается. Например, у нас же электроны, то есть металлы, мы не знаем. Металлы разные, опять-таки. Что очень металл, мы сейчас поговорим. Сегодня, значит, первый вопрос, который мы сегодня разберем, это, значит, треугольная структура твердых тел. Это очень важный вопрос сейчас, фактически главный вопрос, что лучше делать. Электроны структы, типа интенсивных тел. Вот если металл. Ну и разные, опять-таки, 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 другие, у всех более расстраивные, иногда более сложные, но зато мало. Ну вот это такая, значит. Ну вот, значит, вот это, типа, вот это нужно присажать по тапу, чтобы показать, что. Ну и, значит, своборядность, значит, число полос, ну, грубо говоря, оно отражается в том, сколько электронов-то самих, значит, подает каждый атом в коллектив электронов. Я говорил о том, значит, те электроны, которые входят в коллективы, или какие-то, ну, валентные, что ли, или тех электронов, которые регулируют новые связи, это они, если строгал, на мой взгляд, это не общепринятое, даже иногда инварируемое, с точки зрения. На самом деле, значит, правильно это дело так, что, вот у нас есть вулочка замкнутая, как этого электронного газа, венервный газ, у него, значит, вулочка такая замкнутая, то есть, самое главное, что все состояния в ней заняты. То есть, существование этих инвариумных газов, оно именно создало и основу вот этой таблицы, что я, таблицы не берегу. Мы, если надо говорить, сам соблюдать, что здесь нет, потом совсем ничего не участвует в таких атомах, это не есть назад. Так вот, электронные газы. Так вот, ион, синертная облачка нефтного газа, он будет заряжен, потому что он еще электроноваток. Так вот, те вот электронные, которые еще дополнительно связаны и капельсируют эту облачку, они и есть электронная система, которую мы изучаем. А значит, то, что в этих замкнутых оболочках мы это рассматриваем, просто поле заряда, ион, несколько электронов. То есть, если как это делают некоторые, еще часть электронов тех, которые к этому в этой облачке подходят, и что это тоже объяснить, как замкнутые, как там, ионы. Ну, тогда это будет противоречивая точка зрения, потому что электроны, другие электронные замены с этими электронами совсем не так, как с полем ионов, а они там что-то где-то по-другому, в общем. Каждый электрон учитывается тоже в этой части. В этом отношении это что-то, точка зрения нейрологичная, психологическая, мы все должны. Так вот, если сказать так, то тогда, значит, у нас есть валентные электроны, это заручные, отдельные, это будут щелочные, значит, двухвалентные, там, свои, трехвалентные, четырехвалентные. Ну, а то, что пять евалентных, даже если взять три-восьми и семью бледном, так это будет, значит, такие, которые, дверечные бошадицы, это те, которые почти все заполнили полный полос. Значит, вот, опять же, он говорил, что всего мест у нас в полосе, в каждой полосе, всего мест два n, где-то число атомов. Таким образом, если число атомов равно числу электронов, то тогда, значит, половину полосы заполняет электрон. Если, значит, два электрона дает каждый атом, ну, тогда все, он целую полосу заполняет или всегда не казалось? Ну, так они же не происходят, потому что полосы, это не просто шокеют атомовиды, а, так сказать, их, наоборот, он полный, следующий, конченый, а это имеет свою геометрию, и поэтому, соответственно, он тут угодно кладывается. И поэтому еще заполнение происходит не так. И вот мы сейчас этими употребляемся электронной структурой. Ну, вот. Поэтому, значит, вот, валент, вот это и определяет число, во-первых, вот этих и число, соответственно, сложность и развитость процесса фермера, в котором мы видим. Ну, вот. Ну, вот, значит, сейчас теперь мы это, приходим к этому, к описанию сейчас я еще эту точку отсажу, когда мы сделаем. Так вот, курсор, деление, значит, деление электронов, то есть, деление, так сказать, фермерных тел по типам электронной структуры. Эти электронные структуры по типу выполнения. Значит, здесь главная роль играет вот это плотное состояние. Вот это состояние, которое я здесь написал. Значит, нам запомнили, что это плотное состояние, это столько электронов, от этих электронов, приходящихся на интервал, от ε до ε в кружко депсилу, равно вот это g от ε до ε. Такое предъявление общее. Я выгляжу еще раз, если НЕ у нас, НЕ, профессиональный объем, в интернете написано В, и в первую очередь будет из объема, из объема. То есть, по сути, у нас получится так, что НЕ, число электронных единиц объема, это есть интеграл от нуля до эпсилу, по д эпсилу пошли, G по д эпсилу пошли. Вот сколько у нас, какая концентрация электронов в интервале всего. Если, значит, если мы поставим энергией, то это есть концентрация электронов. Вот это и есть концентрация электронов. Значит, соответственно, вот где проходит, вот видите, где эта энергия в ферме, находится в плотности 1, вместо плотности 1, а значит, она в плотности 1 и есть совместность. Вот это есть сумма, после здесь есть парциальность, То есть от каждой полосы вклады, или тогда такая, подпишем так, 2, это я все выписывал. Это не буду сейчас так все выставлять, тогда получается, да, не буду уже от формитации. Вот это множитель, это вот для состояния пространства квасимбурса. Вот, значит, ε равно ε ферме. Это поверхность фермы, да, вот она, подпишется. ВС делен, наверное, значит, модуль. С наше мнение, похоже, подпишется,ivan, и, цена, . ВС до вредства и, цена, подпишется, да, и, цена на смешности, Понимаете? Вот. Сумма. Вот. Сумма. Сумма. Ну, вот, значит, это сумма Пл. Тут нужно добавить. Это сумма Пл. Вот я, если пишу, здесь сумма Пл. Вот сумма Пл. Вот это, значит, это интеграл по поверхности эферы. Вот вот, смотрите, эээ, 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 ээээ, ээээ... Туда не будет всё идти. Из-за лица появится. Вот так вот сделаем. А, если Эвсё-эээм, то это будет появляться по СССР. Так вот, вот, значит, сейчас давайте, как плотность состояния, значит, она имеет основную роль при, при понимании заполнения. Вот все состояния заполняются, а последовательно. так они поставят и заполняются именно на полтосостоянии, допустим, вот давайте я сейчас попробую изобразить так, ну вот, значит, смотрите, вот допустим, какая-то такая, ну, от нуля емкость какая-то, какая-то известная поверхность такая, вот это 4 тревая такая, вот, допустим, вот это раз, потом, значит, ну, допустим, дальше идет следующее L, вот это, это L, потом, значит, вот тогда идет еще вторая, следующая, вот мы сейчас попробуем изобразить, вот так, вот, ну, тут, так, не надо рисовать, а туда надо будет, мы это рисовали, тут какие-то особицы, которые мы рисовали в Антхо, там, потом может наложиться следующее, вот так вот, вот это я рисую все, все такие, L2, L3, и так далее, потом здесь как вот так, вот, и вот такая вот история, значит, ну, и тут вот так вот, то есть, в смысле, такие вот ситуации, значит, может быть, маленькое вот расстояние, вот видите, небольшое, здесь большое расстояние, здесь наложение, и вот в зависимости от того, где сейчас граница ферми будет, а по границе ферми будет заполнение, 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 и вот, вот раз, здесь граница ферми, вот она, энергия ферми, вот. Теперь мне хочется изобразить вот этот пример. Теперь из второго случая. Вот это заполнили. Вот это заполнили. А здесь заполнили полностью все. И вот это. Следующий. Вот это заполнили. Так вот, значит, вот это. Я тут сделаю вот так. Вот здесь, допустим, какую-то большую границу. А, нет, извините, не надо чего. Вот здесь заполнили все. Вот здесь будет заполнение, граница заполнения находится здесь. Значит, здесь может быть много других еще. других каких-то, значит, этих полос. Вот и так далее, и так далее, и так далее. А граница идет вот, значит, по какой-то, по какой-то энергии, где-то примерно в центре полосы. Вот. В центре этих полос и так далее. Так вот это, значит, заполнение отвечает веществу, называемому металл. Металл. То есть полосы, то есть полосы пустые, заполнена полоса границы энергии ферма находится где-то в центре полосы. Вот, например, как вот этот навалетный металл, как раз у них такое, что один электронный он тоже дает, и там как раз устройство полос большое, простое, устройство высокого полоса большая, и как раз вот у них, как это, в центре этих полос расположены эти, значит, вернее, ферми, и по этому анализу ферми, то есть ПФ-ферми простая, она, значит, человечество похоже на свободный металл и замкнута, находится беззыводный металл. Вот это типичный металл. Вот, значит, ну, другие многоволитные металлы, кто же показать? Там много, как я скажу, много-много-много всяких полос, и от них вот сюда вносит флаг. Я сейчас чуть попозже, даже немножко расшифрую, как это получается, что дает, как это, извиняюсь, смотреть из зоны привязанных сюда. А сейчас мы пройдем все эти типичные металлы. Теперь здесь заполнена полностью первая полоса какая-то. Ну, это не условно, естественно, там, может быть, и другие какие-то еще полосы тогда же есть. Вот. И все не заполнены, все-все. И вот здесь до следующей, уже не заполнены, такая аллергия запрещенной полосы, которая порядка атомной вольт. Ну, это как электронный вольт и десятки электронных вольт. Вот. Значит, чем вот это вещество принципиально отличается от этого? Ну, то, что здесь вот электрон получил какую-то энергоэлектрическое поле, и он, значит, прибавил энергию и начал свободно двигаться вот по этим полосам. Свобода движения у него есть. Вот. А этот, значит, ему некуда. Ну, хоть сколько ему, давай, энергии. Он свободно, без цели, не может электронный. Находится, значит, нет у него свободы с целью вблизи своей энергии. И только если взять на грите очень сильно это твердое тело, тогда электроны отсюда пойдут сюда, и, значит, здесь образуется, сколько-то электронов образуется. Ну, или, значит, здесь примесь мы запишем. Всегда есть грязь какая-то. И они тут эти уровни энергетических атомов, примеси, будут здесь, и они будут сюда давать. Вот тогда, значит, какая-то параллельность будет. Ну, параллельность еще плохая. Вот это есть электрика. Это диалекция. Это два основных типа, значит, два основных типа веществ. Правильно? Металл где есть? Вот возле. Значит, это не проводит ничего, а это не проводит ничего. Ну, и все остальное плохо проводящее тело. Ну, вот. Значит, это три типа, счет 2 есть. Ну, значит, в основном-то два главных счетов у нас. Значит, это первый, мы там второе. Металл. А третье, это вот эта ситуация. И вот здесь энергия меньше. Энергия электричной непосы. Это запомнил. А это незапомнил. Это не электрик. Но, Эксил на ДЖ, ну, оно меньше, значительно меньше будет написать чем? Эксил А. Ну, то есть, допустим, 0,1 или 1,1. Единица электричной, допустим. Или 1,1. Ну, можно даже 1,2 не будет написать. Значит, что здесь? Здесь, ну, во-первых, если подогреть, то тут уже, ну, там, поскольку существуют разные дополнительные факторы, то тут уже проводимость быстрее. Десятки, там, сотни градусов, потом начинают тут, в комнате температура, уже 17 правовых. Во-первых, это значит. Во-вторых, это вещество очень чувствительно по грязи. Вот какие-то соответствующие грязи есть такие, которые здесь, дает уровень энергии. Они вытягивают отсюда электроны, и здесь образуются дырки. Это другие, которые специально здесь называются акцепторы. Другие, которые здесь образуются, в примеси. Они, наоборот, дают свои электроны сюда и тут образуются электроны. Вот в этом веществе всегда есть электроны. Часто есть электроны и бирки. Его можно сделать, добавляя к нему, то примесь. Электроны, бирки, электроны, дырочки очень неположительные, заряды необычные. Вообще можно очень хорошо регулировать проводимость и другие свойства, путем лидирования и манипуляции делая с этим веществом. Вот это вещество называется тоже, для нас принципиально важно, вы сами понимаете, что это такое, это полупроводитель. Вот полупроводитель. Вот полупроводитель, когда вещества фактически основа современной электронной керекции. Электроники, микроэлектроники, данной электроники сейчас. Именно в силу вот этих обстоятельств. Что угодно, силу можно делать и тогда что угодно получить. Ну вот типичные атомные, вы, наверное, знаете, все полупроводники, которые есть, это германия и кремния. Электроника, кремния, очень много основ. Вон там полно всего напичканного в этом приборе. Но есть что-то главное. Вот это главное, часто кремния. Пока что. Потом еще переходят другие. Ну, в Германии тоже были изобретены к нему. В Германии кремния очень сильно отмечаются. Но просто кремния подчипчинка, теорфонологический причин, как бы, рассмотрел. Значит, это... Э... Э... Сейчас есть... Э... 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 То есть есть какой-то комплекс этих соединений, называется полковниками, которые, значит, современные технические вещества выявляют. Ну, конечно, металлы тоже нас окружают, вот, конечно, георектики тоже нас окружают, но, значит, вот тонкие какие-то, уже, значит, продвинутая техника, электроны, она на каких веществах больше? Ну, это сейчас всякие новые вещества, значит, это, там же, сейчас уже такое, что и не отличишь, там, полковниками, металлами, там, что-то, вот, потому что это, естественно, идеально, а это, значит, ее, так сказать, разделение на типы, это для идеального строения. Итак, и так осталось еще два. Вот один изображен вот здесь. Вот, значит, уже тонкие, тонкие сборы. Ну, это, как мне это те, что с трудными, вот так вот, раз, 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 и наложилось. Это было так, что, значит, если бы все было нормально, как будто бы два электрона, диэлектрик, вот, получается, видишь, два электрона было бы диэлектрик, да, а один электрон был бы металл всегда. Ну, что потом не получается, вот, значит, а полковник, вообще, ну, у германии, в мире, четыре электрона. Именно поэтому у них, значит, вот это есть такая, такая коварентная связь, и, значит, это, не знаю, и онлайн-связь, например, это, в общем, у них вот потом вот эти, блисты, идет только четыре электрона, вот это, как вам сказать, возлющие, они полосы и остаться близкие. Ну, вот, а эти были, был бы он диэлектриком, но он, вот, в силу того геометрии какой-то, силы нескольких сил, значит, искосило себе, и наложили друг на друга, вот. И, как раз, здесь вот, получается, именно все вот это цельство, значит, это, вещество заполнения попало, вот, именно в эту работу, попало, как нескольких сил. Вот, значит, получается, что, что мы, значит, значит, что мы вот рисуем одну полосу, в ней, значит, заполнено, вот рисуем, вот рисуем, вот рисуем вторую полосу Move-nodell рисовать, вот. Вот так, вот так полоса, полоса, так и так, на право. Вот и вы şöyle вот здесь вот так, вот так, и вот так вот, вот так вот так, и здесь заполнено еще одно. Вот его заполнено. У него здесь пустое, здесь все пустое. Вот, значит, дырки электронные. Ясно, что раз конец полосы, это тоже захоронено. В конце полосы дырки. Ну, я уже вам это показал. Нет, конец полосы дырки, а это электронные. А тут у них получается так, что и могут быть электронные, потому что эти полосы, на которые накладываются, у них туда выпадает граница фермии, но она выпадает на спад. Получаются дырки. А на подъем получается электронные. Вот, значит, вот получается, здесь у него на спад она обязательно выпадает, а на подъем. Получается электронные дырки. И они сюда как и цена, потому что отсюда ушло сюда, точно сюда пришло сколько-то. Электроны-то сверху, да? Нет, дырки, дырки здесь. Вот она, где спад, это дырки. Электроны вот сверху, как в обычных свободных электронах с повышением полосы здания и растения. Растет, только растет. А полосы здания только в конце. Значит, это отсюда получается, потому что электронный спект у нас на границе зоны Гумилена взрывается. Полосы здания. И поэтому здесь граница зоны Гумилена, она другая совсем зависимость, чем в начале, как в целом инфраструктуре. Вот, значит, поэтому вот этот электронный в начале, вот здесь, вот электронный, а это дырки. А не пустая инфраструктуре. Вот отсюда, она просто потому что здесь энергия ниже, чем здесь. Поэтому, значит, получилось, что этот не запомнился, а запомнился, то есть это одна полоса, где полосы действительно несут. Это называется полуметалл. А где вы стали энергии ниже? На нижнем? Ну, смотрите, вот это первая полоса, это вторая. Вот идет, 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 идет. Должна быть запомнился была бы. Но это оказалось, ее нижний край ниже, чем крылья. Она здесь ниже, чем крылья. Поэтому здесь запомнился, перед всего, эта полоса вот так вот следующая. Она залезла сюда. Вот что получилось. Значит, поэтому получилось, что этот, значит, здесь образовались электроны, которые, в которых можно было бы здесь быть, а они туда попали. И туда допустим, тем самым садимся. Вот. Значит, это полуметалл. И, наконец, пятое, это особый случай, который вы сами спросите, какой же, какой же еще нерассмотрительный случай. Значит, они смотрели, наверное, вот так вот, а здесь вот, здесь я загружу. Вот если он здесь совпнулся совсем, ну, тогда, значит, это будет особый случай. Раз, 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 раз. Вот. Значит, заполнил это. Да? Поэтому это больше похоже на полуметалл. Их все же, да? Ну, хотя это можно с любым, к любому, вот сказать, что он ближе к такой, какой же тело. Значит, вот это, значит, здесь. Вот так вот. Значит, заполнил, а здесь конец. Вот это, значит, пателозом. Что в нем получается? Если бы он чистый, чистый, чистый делать. Ну, тогда, значит, вам было бы денег по этому поводу. Если чистый человек взял, то это будет новый. Но чистый вам что-нибудь делать нельзя, и поэтому обязательно тут что-то есть. И поэтому такие вещества очень трудно экспериментально определить, какие они или нет. Это называется бесщелевой полупровник. Значит, это четвертая, это пятая, это пятая, бесщелевой. Но он все же ближе к полупровнику, поэтому называется полупровник. Хотя это ни к тому, ни к одному из этих костю не принадлежит. Правильно? То есть он свой, свое родное. Ну, это такое все же атомное вещество, такое атомное только цель. Какой-то модификации. Только одно. А, значит, соединение есть. Вот мы знаем, что-то тело, вот такие соединения. Соединение есть, это источник. И в этом случае я исчелон фермию даже не называю, потому что здесь, ну как бы, в принципе, заполнение превращается в точку, что ли тоже. Вот исчелон фермию. Ну, грубо говоря здесь. На самом деле здесь, вот, правильнее в этом случае, вот в этом и в этом. Эссенцирование здесь. Вот. Потому что, ну, она потеряет, когда будет температура, а температура зависит от того, как получается. То функция распределения, ну, в общем, отвечает вот этой вот. Принеси является вот эта. Ну, значит, я делаю. Что-то G от Epsilon. Что такое еще раз? Плотное состояние. Плотное состояние. Так у нас же N плотное состояние было. Нет. Это G. Я полотное состояние, я отвечал на G. N – это концентрация. Вот. Вот. Вот это большое, это число электронов с данной энергией. Вот. Вот. Это Dn под Epsilon. Это G. Это G. Болезь на G, Epsilon. Не D G. G – L – E. Вот Epsilon. Это я называл число… Ну, вот, вот, как интеграл там написано. Я написал, что интеграл, а я подсцент, цвет и эксцель. Нет, G, Epsilon. Ну, вообще-то, по-разному. Да, это означает n от епсилон возле состояния, пожалуйста. Но, явно, это означает, что мы не знаем, как концентрация. Но концентрация зависит от энергии. Это и есть будет. То есть, n и e от епсилон сферы – это есть n e концентрация. n e от епсилон сферы – это интеграл от этого состояния. От этого состояния интеграл от нуля до епсилона будет n d епсилон. Соответственно, от этой епсилон сферы будет концентрация электронности. Это происходит с темой. Итак, вот, смотрите. Тут главное, мы разобрались с вами, что? Разделение всех веществ по электронной структуре на типы. Все вещества по своему типу, мы поклонили идеально более 2, и все вещества принадлежат одному из этих типов. То есть, есть гиэлеметаллы, гиэлектрики, полупроводники, полуметаллы и пищевые полупроводники. Вот такая вот. Это самая простая, исходная. Мы должны знать самые фундаменты с вами. Сейчас много чего надумывали. А, значит, главное, мы должны знать проще фундамент. Вот так вот. У нас зависит директор и электронов. И они появляются вот этой картиной. Картиной заполнения. Вот, значит, этими электронами, значит, состояние. Меньше электронное состояние, как стакан. Это такая штука. Ну, давайте начнем видео, где я сейчас принесу. Что-то сделаю, что я прошу вам. Смотрите. Как это будет, да? Мы проверим все. Смотрите. Ну, вот, вот, видите. Это вам. Это проявлено и тут такие самые. Здесь же проявлено еще. Да. Проявлено и это. Так, обновляется. А, стены значит... Кселевый? Да, кселевый, да. Да. Сейчас сфотографируем. Сфотографируем. Ну, ладно. Так. Хорошо. Итак, значит, вот мы главное просто смотреть, какие классификации от прошлых тел помним. Вот. Значит, смотрите. Вспомним давайте. Значит, какие у нас классификации-то есть. Чтобы вы знали, вот как в первой части курса у нас классификации. Значит, и во второй части, это, значит, тем самым у нас какой-то есть, даже такой, должен выработаться, кто хорошо все заберет. Вроде, это такой, значит, понимание такого, твердого тела. Так вот, значит, смотрите. По структурам. Вот это электронная структура. То, что мы сейчас говорили, это электронная структура называется. Есть атомная структура. Как по атомной структуре мы делим твердые тела? Смотрите, я с самого начала это рассказывал. Надо, может быть, это вспомнить. Тогда как-то уж тут соглашилось что-то. Ну, какая может быть? Да. Смотрите. У нас твердое тело. Мы рассматривали, как с точки зрения атомной структуры, как совокупность повторяющихся фрагментов. Ну, то есть, в целом, это входит в вещество онородное. Онородное это значит, что оно состоит из совокупности каких-то фрагментов одинаковых. И вот повторяющийся фрагмент, с которым состоит это все твердое тело. Вот оно состоит из-за характеристики. И классификация пошла по тому, какой. Сейчас мы представляем эти повторяющиеся фрагменты. Вот, если он, масштаб его макро, ну, то есть, у нас какие вот макро? Это значит, миллиметровые. Сантиметры, миллиметровые, сантиметры физическая длина. Если вот такой вот масштаб, то это значит неоднородное. Это грязь. Значит, неоднородная структура. Неоднородная. Второе. Значит, если мы уменьшаем микро структуру, то есть микроны. Мы все уменьшаем на 10,3,10. Мы уменьшаем микро структура. Это уже такие тела, ну, полифристаллы. Это тела, которые состоят из каких-то фрагментиков. Значит, уже это, значит, то есть уже более, по-моему, близки к каким-то, ну, физическим образом объектам. Вот. Далее. Это микро. Так. Ох. Значит, у нас была микро электроника. Микро электроника – это основная на, значит, элементах, сделанных из, на выгоне, микрона. Теперь пошла нано. Наноструктура. Это еще, то есть нано-метр. Нано-метр – это, значит, 10, значит, атомных состояний. То есть, вот, здесь мы что? То есть это уже совсем такая, значит, какая-то, какая-то группа атомов. Образует группа атомов, допустим, десятки, может, 40, 40 десятков атомов. Образует какую-то определенную структуру, которая, значит, создает вот эту ориентарную ячейку этого наноструктура нано-метрированного материала. Значит, это такая однородная, в целом структура, она, значит, состоящая из вот таких вот фрагментов, комплексов атомов, понимаете, по идее-то. Но тут, конечно, очень большое многообразие этих, может быть, таких объектов. Ну, вот это, в частый раз, в этом моменте, так сказать, это одна. И, наконец, уже последний уровень – это, например, кристалл. Кристалл тоже может быть, значит, тоже неупорядоченная. Упорядоченная структура. Непостоящая, значит, идеальный кристалл. И, наконец, кристалл. И, наконец, кристалл. Видите, кристалл тоже. Центролевая структура, то есть, может быть. Вот у вас по узлам вот этой христаллической решетки распределены, значит, хаотически различные атомы, неупорядоченные кристалл. Есть кристалл. Есть кристалл, значит, спорядоченный. Ну, так он похож просто на высоединение. Это просто будет такой же, как, ну, из чистых сотрудников по узлам, по узлам, по узлам, по узлам, по узлам. Вот, по узлам, по узлам. Значит, это будет тоже неупорядоченная кристалл. Итак, идеальный кристалл. Вот то, что мы занимаемся, и то, что состоит, это представляет, фундамент, с чего нужно начинать. Вот мы должны начинать с этого, с усилляемого диагноза, потом, как они, неупорядоченный, как, как структура образуется из этого фрагмента, как микрообъекты образуются. Наконец, совсем говоря, сколько это произошло, что сейчас начинается, смесь. Вот, вот, значит, это всё, всё более и более сложное. Объекты с точки зрения серьёзной науки, правильной, значит, вот, простая основа серьёзной церкви. То есть, цель, где находится на базе, где находится на базе, где находится на базе, где находится на базе. Вот, по атомной структуре, вот, классификация, понимаете, где находится. Теперь, вот, мы полигониструкты разделили. И, значит, эта классификация в какой-то степени пригодна для каждого из этого, из этих аминструкций. Ну, конечно, значит, там, это трудно. Это, не надо будет применить это. Но, вообще-то, цельной, так сказать, этой классификации есть в виде металл. Значит, это металл, диэнекты, полупроводник, бещевый полупроводник, полуметалл. Вот, значит, это структурь. Пять типов. Это структурь. Значит, сейчас, конечно, так, серьезно, так же, значит, там есть еще и еще всякие тонкие, особенно теоретики, значит, очень много, в том, в социальных смысле, что какие-то там объекты возникли. Новые объекты возникли. Часто потому, что где-то поиски, значит, таких объектах, которые обладают все более и более классификации. Но, значит, если вы не знаете это, то бессмысленно разговаривать какие-то, как вот некоторые, пересказывать через все, весь фунамент, начинаем говорить сразу, что уже сейчас. Ну, значит, можно это, ну, не классификация, хотя вот немного. Четко. Вот какая классификация. И как она получается, четко. Ну, вот, значит, давайте это, давайте только немножко что-то подавать от того, что это осталось. Ну, вот, значит, на этом мы практически рассматривать электронное состояние. Закончили, и мы сейчас переходим к главному. Ну, то есть не то, что главному, но к другому разделу, значит, достаточно уже физический свойств, электронный свойств только с телом. Ну, конечно, я только, как и в первой части, то есть мы же только термодинамические. То есть мы электронными термодинами, термодинамика электронной системы лучше быть. Это, значит, следующий раз, то есть это электронные свойства, термодинамические электронные свойства, вот и все. То есть, значит, будет пересидение, это отношение не будет. Как все эти структуры будет. Но, кстати говоря, ничего, я тут, значит, закончил эту конструкцию, я скажу, как. Да, мы сейчас, вернее, сегодня ведь не только это, мы смотрели по версии, значит, фермы, да, по версии фермы еще есть, да, эти самые, такие, уже полная классификация, как это у нас встречает, по версии фермы, и какая поверхность фермы, по тем вот типам, которые я рассказал, что, значит, это, значит, является тоже характеристикой, ну, особенно управляющей, как управляющей проведет. Посмотрите, для этих, утребованных металлов, а во всех остальных, по версии фермы, если они есть, то они более быстрее. Тjungлер Оперийusion, и вывы Punkteи-та S, Испортstandard, и восприятия эксперимента неopfweg speeding featurонометного по версии фермы. Во всех стuth India история из экспериментов, по которой мы и проявляются сечения по версии фермы. Сечение perceфермы после официальных, пациентах. В走了 Z pulsing, после всех смех или пациентах. Вот сечение данной станции眠 heads suffrage и мы к distblicам по миру доказательствам запрещеноDe저ềm ассоциационные свойства и другие сейчас уже способы, которые все равно в той или иной мере с сечением повествия фермии. То есть сечение повествия фермии, если много сечений их тихо определить, то вся форма повествия фермии будет потепленной, если мы ее еще добавили решение повествия. В ДПС фермия за счет одно время в 60-е годы не занимался, и за счетом занимались и много этих данных проектов, которые есть. Сейчас занимается такой специальный облигатив Толжирина. Вот такая вещь. Ну вот, ну а сейчас, значит, давайте это... Для этого мы должны установить возбужденное состояние уже. А чтобы возбужденное состояние, мы должны вести состояние статистической физики. Выясните, что физику уже начали. Или в этом вы уже сдавать будете, да, Виктор? Да? Вот, видите, как вы все уже знаете. Значит, что я буду расстаться. Значит, все. Ну вот. Значит, а Мерс – это только фрагмент. Я вот раз понимаю, что вы его знаете. Значит, поэтому именно я его расскажу, и именно как... То такой же точно, как Мерс. То есть, статистическое описание лежит так же, как Мерс. Умные системы. Потому что у нас сейчас, опять здесь, есть какая-то идеальная система. Это электронная система. Электронная система, вот это да. Электронная система. Ну, она, конечно, может, даже немного сождещит. Электронная система. Но, все же, у меня есть... Главное, значит, статистика, которая позволяет за физическое представление висит просто. Электронная система. Большая, большая целостность. 222-й электронная система. 222-й электронная система. 222-й электронная система. То есть, это, значит, служит основой для статистического описания. Статистическое описание – это описание, которое в языке вероятности. То есть, мы не точно описываем какие-то, значит, скономерности или какие-то величины, а только с более вероятностью, усреднённое что-то. Мы описываем усреднённые какие-то, значит, скономерности или величины. Вот. И это всё, когда я желаю его усреднение сделать, нужно нам электронное состояние распределить на группу. У нас будет простая теория вероятности. Теория вероятности. Теория вероятности огромная. Наука, значит, там разные. Есть деньги, непрерывные распределения, фигурируют, и бесконечные распределения, и фигурируют. У нас простая наука. Наука начинается с того, значит, представление о ящиках. Вот мы имеем страху из ящиков, пока по этим ящикам распределены какие-то объекты. И мы вот это, превосходя вероятность осуществления какого-то определённого распределения этих объектов, вот это у нас как раз то, что нам надо из теории вероятности. Ну вот, значит, ну у нас вот, значит, главное число nu, которое есть, вот это у нас. Значит, A полосы, это ну B квази, и, значит, ну, опять это спина. Вот это nu, это есть совпределение этих вот чисел. Так вот, у нас СОН занимает состояние всякими числами. Этих в состоянии огромные числа. Мы макроскопически наблюдаем, физически наблюдаем, а нами, значит, какой-то закономерции, ничего какой-то, в них не можем различить детали, все детали каждого состояния. Мы определяем, что детали только какой-то большой совокупности этих состояний. Усреднённое восприятие у нас этих состояний. В большом совокупности. Поэтому мы берём большую какого-то совокупность этих состояний, вот, и, значит, вот разделяем как бы все имеющие состояния рассматриваемые на группы. группы называем это, да? Не то, что понятия ящик сейчас фигурируют. Вот, вот, кто-то много. И это сопоставляем, значит, это межроскопические элементы, да? А теперь мы оцелим скорость совокупности этих состояний. И их число, женю, это мы создаем какое-то число. Для каждого, значит, оно может быть разным. Оно у нас фигурирует только, будет только по примере среднего, да? Стоять. И это число, значит, наших, у нас, у всех фигурирует вообще не будет. Будет меньше среднего, где у фигурирует. Ну вот, но, мы все равно должны сделать так, чтобы было очень много, и оно характеризовало, значит, свойство некоторое этих состояний. Вот группа раз, два, три, три, три. Это группы с данными значениями. Ну, вот это я так же пишу, я сказал, что электроны. Вот это вот, вот эти состояния. Вот это, вот эти мюти перенослов. Вот такие. Так? Соответственно, значит, электроны находятся в этих состояниях, да? И, значит, у нас, значит, допустим, по лицам, мы уменьшаем какое-то состояние. Ну, видите, значит, вот в основном состоянии, там существует некая копированность, что электроны занимают на низшее состояние, это значительно меняет. И они полностью занимают все состояния, на низшее энергию. Поэтому там такого нейроны приносит, такого нет заполнения. Ну, это, значит, как сказать. Потому что, значит, тоже мы можем говорить, что и эти огрублятельность, сглаживать, это называется процедура крупноструктурного сглаживания. Взглаживание можно производить и в основном состоянии. Ну, там, значит, пусть там с полной рядностью эти состояния будут заняты все равно. Ну, вот, значит, и так, занятость эти состояния. Мы говорим, что, значит, в каждом состоянии находится N, N, число, вот, N, и как в состоянии, в каждом состоянии, N, N, число, ясно какое-то. В этом, всего состоянии в каждом ящике G, N, оно тоже от него зависит, вот они будут, да? Ну, и вот теперь мы, значит, определяем, значит, поскольку, когда мы так сожмем эти состояния, то они уже не будут с истинными галантурно-механическими состояниями, они будут уже, скажем, какой-то, значит, неопределенность существует в нашем представлении. И, значит, поэтому, соответственно, такое вероятность, какое-то награждение для этого этих ламбинных галантурно-механических мы определяем. И, значит, соответственно, мы определяем вероятность, то есть статические весы, это название этих сцен. То есть число, ну, в теории вероятности, вот это нам начинается с того, что определяется вероятность, то есть возможность наблюдения при каком-то испытании, значит, вероятность осуществления какого-то одного состояния определяется всем способом, числа способов осуществления этого состояния. Вот число способов осуществления вот этого какого-то одного состояния с данным распределением ню по этим ящикам же ню существует, она привлекается с комбинатурных соображений. Это вы мне должны объяснить, как это делается, потому что вы теория вероятности. Вот, и, значит, мы ее сдали. Значит, вот это вот, значит, это такое, это, личина такая, я ее сейчас напишу, а вы дома придете и вы, значит, делаете вас там. Вот, статический вес, то есть число способов осуществления данного распределения ню по паящикам жени. Жени, он повторял, плечом. Значит, будет здесь эта формула отличать. Вы думаете, почему, почему тебе не встать где-то? Если, ребята, если вы гаммы там ввели, значит, к аспекте, все, не знаю, это, выучили все то, что я говорил, то вы устроили, ну там что-то на другое, другую форму пишите. Я пишу другую форму, потому что оно, наверное, по-другому будет. Электрон не может в одном состоянии, каждый электрон в одном состоянии может находиться в одном. В каждом состоянии можно находиться один электрон. Электронов это не так, сколько угодно. И вот от этого отличается. Это вот исторический вес зависит. Если это ограничение, то это такое существует, то тогда, если в одном состоянии может быть только один электрон, то тогда число существительных состояний вот такое витимину. Смотрите. n nu, v бактериал. Ну, кто-то знает эту поведенную, так сказать, теорию градусов, кто-то это узнает. Есть еще, даже у нас занимательный математик, перениматик. Значит, и занимательные какие-то были, в чем у нас в книжах раньше было собрали, вот сколько нужно вытащить, ящик садею, сколько-то носок, сколько нужно вытащить, какое число носок с тобой, пару. Три карточек. Три. Нет, нет, три там по-разному бывает, потому что… Это зависит от того, сколько сортов там роско. Ну, это зависит от того. Вот именно. Так вот это, например, то же самое мы и считаем сейчас. Это решали задачу на собственном социальном виде. Вот это поставили. Попробуйте тогда вызвать полную почту. Итак, статистический вес данного осуществления, данного состояния, значит, данного осуществления пойдем. Если, значит, мы берем какую-то систему, и это система электронов у нас. Так вот, статистический вес состояние, с данным осуществления, с данным осуществлением этого состояния, с данным осуществлением этого элемента, он просто взял. Столько снящиков, столько данного. Вот. Значит, а теперь, причем? Это форма естественного плетока тогда, когда эти G и N – большие числа. И это большое число. Все большие числа. Тогда вот это статистический вес. То есть произведение этих понюх, этих статистических весов – это и есть вероятность осуществления данного состояния в серии Тон-Сильм. Какое-то есть состояние. Макро стопически описываемое наше много состояние. Вот мы его огрубили. Так? И после этого вот это крутое описание значит дает вероятность осуществления данного состояния. То есть вы произведены G, N, G, N, 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 N. Теперь дальше. Значит, эта величина, если мы две-три системы объединяем, так сказать, все больше и больше системы объединяем с разным числом, общим числом электронов. Вот число электронов в каждом ящике жилья, вернее, в каждом ящике линстене, они не улетают. Другая сумма по ним, это равно n, это все. Ну, лично число электронов, значит, будет тогда вероятность состояния, будет умножаться в разное состояние одного ощущения. Ну, часть системы, другая часть системы, полная вероятность. Суммарный слух, то есть сроковая система, будет она произведена вероятностью. Ну вот, Владимир, теперь лично логарифм этой вероятности, потому что мы хотим, чтобы была аддитивная личная. Аддитивная личная, логарифм будет этой. Это Бану, а вот логарифм Бану, это называется энтропия. Безразмерная энтропия. Ну, математическая, что ли, так сказать, энтропия. Вот. А, значит, наша любимая энтропия, она выключается множеством, которые вы знаете. Значит, эту науку по ней пройдет вот ботина, и там множество, которые связаны с энтропией, физической, психотерапией. Математической, называется «постоянная ботина». Константин Ботина, который вы хорошо знаете, он есть. Кто не знает, тот может выучить на этом экзамене, который уже будет сейчас. Потому что вы что-то учите, пожалуйста, сумму. Константин Ботина, которые вы решили, постоянно плантинознательные, постоянно полсунательные и другие, что-то. Вот. Значит, вот. Так это энтропия. И вот, значит, тогда логарифм вот этого нужно будет... Это логарифм произведения. Это сумма. По-моему, логарифма гамма-мю. Вот это энтропия. Вот. Она тогда получается более матемически удобно. Почему? Потому что она аддитивно ставится, энтропия, да? И считать здесь легко существует такая... Ну, это вот в теории графики уже все это было выделено. Что логарифм вот этого вот... Значит, вот этого вот... Эта вот эта комбинация. Вычислить химистически просто, потому что существует такая форма, стиринга, так называемая. Что логарифм... Ну, допустим, вот это Женю. Женю, это, да? Есть Женю. Логарифм. Вот и все. Ну, тогда, значит, это... Если это вычислить сейчас, вот эту... Величину, если так использовать, то, значит, это сразу же можно найти энтропию. Вот эту вот... Значит, энтропию можно найти сразу. А на раме на сумму, по ней... Ну, здесь вот минус, так. Так, сейчас примерно... Так, минус, да? Минус. Так, здесь. Здесь плюс. Так. Вот. Значит, вот это... Так. Нет, ну, как это... Женю. Женю. А здесь, значит, так... Женю. Логарифм... Минус. 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 Ну, это просто... Тут реально точно. Я просто переписал. Вот. Сколько сейчас закрывается, да? Ну, и это... Я просто... Хотел показать, что... Хотел уже конечный форму написать. Но... Значит... Чтобы было видно, откуда получается она формула, решил эту промежуточку написать. Так вот. Минус. 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 Женю. А здесь в скобочке возникает такая комбинация. Очень важная. Вот. Значит... Очень важная. Это будет f-мин на логарифм. f-мин плюс единицы минус f на логарифм единицы минус f на логарифм единицы минус f. Вот такая комбинация, где... Где... Восьми из вас здесь. Значит... Я тут одну ошибку сделал. Сейчас я не пишу это. Вот. Где форма устраню... Женю. Ой, Женю. Женю. Ну, ладно, Женю. А так все это уже не писалось. Все. Значит, это форма. Вот она. Формула. Получилось. Я хочу определение написать 1. 1. Это есть n-ню, деленное на Женю. Вот. Что это такое? Это среднее число. Ну, то есть, число... Доля заполнения состояния. Доля заполнения каждого ящика. То есть, это функционирование называется. С какой, значит, долей заполняется каждый ящик? Каждая группа. Так вот здесь я... Я говорю, что написал жипы, и все. Конечно, здесь нужно не дармиться. Здесь вот... Не... А мы же написали группа. А по группам вот этим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мы уже обозначили эту группу. В принципе, да. Но, значит, смотрите... Значит, мы... Дальше... Я вот сейчас... Вот это... Если напишу группу. Эту группу ню, да. Группа ню. Но дело в том, что здесь... Каждая группа тоже ню. И я, значит, вот эту группу ню... Сейчас просто, значит, сумма по ню. Понимаете? Тогда уже будет сумма ню. Это будет тогда... В группе же... То, что в каждой группе количество ню... Это мы не можем учесть. Вот. То есть здесь... Это сумма по группам. С данным ню. Да. Группа. Ящик по ящику. Но в каждом ящике даже ню. Поэтому, чтобы по всем ню не уинтегрировали, нужно вот эту, значит, сумму по группам за данным ню. Число ню. И вот тогда, значит, у нас получается, что вот как-то... Тогда... Вот отсюда. Здесь по группам. Всё по группам. Да. Здесь тогда получается, что вот эта вот комбинация, это есть именно сумма по ню. Вот сумма по всем ню сейчас. Вот. Которые... Потому что в каждой же группе разное число, в принципе. Ну вот. Значит, в этом вот это вот суммирование. Есть суммирование по ню. Так мы же вроде для ящиков выводили, а сейчас не для ящиков. Ну как так получилось? Нет, мы не будем для ящиков. Всё это формула с победой ящиков. Нет, нет, извините. Это формула с... А ящики нумеруются, номер равно... А теперь нужно число... Слагаемое в сумме равно числу... Значит, сколько электронов. То есть число заполненных электронных состояний. Фактически так будет. То есть... Нельзя было сразу суммировать просто по каждому состоянию? Можно было. Тогда вот сумма по группам была. То есть нужно было число в каждом ящике. В каждом ящике мы сжарим состояние. Ну, сжарим состояние. Вот как... Смотрите. Значит, я вам сейчас объясню. Вот как вот это, смотрите. Сумма по С1, С2, С3. По импульсам, да? Это каждый... Каждый... Каждый импульс... Берётся вот так. Один, да? Теперь я... Значит, заменяю это на интеграл. ДС1, ДС2, ДС3. И теперь я заменяю на интеграл по импульсам. Вот это по состоянию. Так тут пишу множитель. 2 на 2ПХУ. Вот оно число. Это то же самое, как... Я в ящик, значит, который с данным П положил вот столько на этих состояниях. Тут и идёт. То есть получается, что, значит, здесь вот это теперь... Вот это теперь всё вместе и есть у меня интеграл по этим состояниям. Я в ящике, которые имеют в ящике, что это в ящике. Это в ящике состояние. Вот зачем здесь происходит так же. Таким образом, значит, здесь минус, сумма. Здесь уже сумма просто по нюк. Сумма 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 по нюк. Ну, конечно, это тебе не умеет. Сумма по нюк. Сумма по нюк. Сумма по нюк. Сумма по нюк. Уваживание. Продолжение. И значит, сейчас у нас не в каждом состоянии. たчет hate орехтрон. Электрон выражения. Да, вот как раз так вот это число. Электрон выражение. И число вожжения колоссальное. Мы каждому состоянию представляем огромное число вожжения. Мы его били в этом состоянии. Каждое состояние у нас, каждое состояние надо. До черта, вот как здесь. До черта состояние у каждого. Потому что мы, значит, риск, прорезк, крупные структуры, наглаживание. И мы состояние, данное вот это огромное число состояния, неразличимое для нас. Очень. То есть, кто-то знает, там это, сейчас, это, все это забывает, заматывает под шовер, никто не рассказывает. А, значит, смотри, то есть, состояние выросли. Да как он, какой-то, не знаю, что ли целому выросли. Состояние выросли с колоссальной картостью. Вот, потом, значит, вот это вот сделаем, вот это получится. Здесь уже заложено, что это все. Ну, вот и так. Значит, вот это стадия, это мы механические механики только заложили. А сейчас мы вбили еще огромное число каких-то состояний сюда. Изначально, то есть, мы должны увеличить, потому что мы, на самом деле, есть такое число состояний, которое мы считаем неразличимым. Неразличимым. Это называется крупным статистическим описанием. Статистическое описание возникло. Вот какое. Возникла уникальная величина. Новая. Энтропия. Энтропия – это есть характеристика состояния всей системы в целом. Вот. То есть, у нас была энергия только, да? Энергия только, да? А вот электрона. А это? Значит, нозография. Значит, вероятность состояния. Почему она возникла? Потому что разное состояние, оказывается, значит, имеет разную энтропию, то есть разная вероятность. То есть, у нас механики. Все электронная энергия характеризуется. Состояние статистической энергии – все. Допустим, оно выражено. Мы заложили его рождение. Но тут оказывается, что от этого выражения зависит какое-то состояние существляется. Существляется то состояние, которое состоится в равновесии с небольшой равностью. То есть, система предстоятельного сообщества взаимодействия своих обеспечивает существование родное состояние. Откуда это происходит? Да от того, что мы заведомо с вами сказали, что не можем развлечать какие-то состояния. И таким образом мы его туда не обратим и сверили. Если вы этого счета так присылаете, то, извините, у нас возникает взаимодействие, которое приводит к установлению равновесия состояния с наибольшей вероятностью. С наибольшей энтропией. Вот энтропия, которая характеризуется вероятностью. Она характеризует вероятность. Так вот, оказывается, что существует состояние, которое состоится с наибольшей вероятностью. И вот оно и будет равновесным. То есть, оно не будет снижаться с наибольшей вероятностью. А если произвольно будет состояние, то тогда оно будет снижаться. То есть, состояние с данной энергией оказывается нестационарным, в принципе. То есть, стационарным будет такое, в котором энтропия максимальная. Вот, значит, всю статистическую физику я вам рассказал за пять минут. Вот это, поэтому не звучат статистические физики. Потому что она, а если я сказал, что существует состояние равновесия. За счет состояния равновесия, вот оно какое. Значит, она, это я вам рассказал, статистическая, с чего началась статистическая физика, и выносит это вот, фактически, с этих вот небольшого числа утверждений, которые вот Борсенов и там некоторым человеком другим моментам принадлежат. Что как примирить необратимость с механией? А необратимость вот так примеряется, что на самом деле мы изучаем эти физические явления, ну, не различая огромное число состояния уходов, ну, а то на самом деле вы не можете механическое состояние почистить. Такое механическое состояние не существует. Оно должно быть когда-нибудь с небольшим энтропией. Ну, вот так вот. Значит, вот эта терапия. Таким образом, значит, сейчас мы из этого, вот, из этого вооруженного терапии должны получить равновесное состояние. Равновесное состояние будет отличать максимальным терапевтическим, ну, максимальным в этом состоянии. Значит, изучая это состояние, значит, получим фонусное распределение. То есть среднее число с данным, с данным меню, вот с этими нашими уже макроскопическими меню, оно бы у нас представлено вероятностью, очень просто определяется, значит, этим видом фонусное состояние. Вот такая вещь. Ну, значит, тогда в следующий раз, чтобы я это, получается, сделаю. Потому что, значит, в следующий раз уже получил, потому что сейчас я решну, я не меньше полчаса, чем могу. Вот. Следующий раз, значит, я учу вам эту сцепку решну, и, значит, получу я эту сцепку решну, и, значит, и, значит, у нас осталось... ... ... ... ...